Реальная ценность человечества – это сельское хозяйство, а продовольствие – самая стабильная валюта в мире. Об этих двух составляющих качества нашей жизни в ближайшие пять минут. Здравствуйте, в эфире Агросектор. Овощи, которые живут на крыше. Огороды в бетонных джунглях Гонконга, Нью-Йорка и стран Европы уже не в диковинку. Герой нашего следующего сюжета выращивает свои высотные помидоры и огурцы на крыше жилого дома Астаны. В свои 67 лет Дамир Абдул-Хакимов имеет сразу несколько хобби. Рисует картины, занимается пчеловодством и ухаживает за своими высотными огородами. Идея выращивать овощи на крыше появилась у него еще до переезда в Астану. Уроженец Алматы после 10 лет пребывания за границей решил осесть в новой столице. Все начиналось с нескольких грядок, и вот уже более 8 лет его семья обеспечена зеленью и овощами, выращенными этажом выше. Тенденция в мире есть такая, что когда ты сам выращиваешь, ты выращиваешь экологически чистый продукт. Никаких гербицидов, ничего, солнца, вода. И время провождения здесь удлиняет жизнь. Сколько урожая дает огород на крыше, наш герой не считает. Главное, что свежими овощами обеспечена вся семья, хватает даже на соление. Никаких химикатов и нитратов асфальтной аграрии не используют. Удобрение только экологически чистое. Конский навоз Дамир Абдулхакимов собирает, когда выезжает в лес за ягодами и на рыбалку. Все близкие поддерживают главу семьи в его увлечении. Ухаживать за огородом ему помогает дочь. Кроме огорода наш герой занимается предпринимательством. Осенью он собирает дикие ягоды и фрукты, рябину, малину, груши, облепиху. И из собранных плодов готовит натуральное варенье и фруктовые чаи. И эти все дикие ягоды, они биологически активными веществами способны. Потому что они дикие, они ничем не удобряются, ничего. Квартирный земледелец является активным участником движения Slow Food, которое выступает за натуральную и здоровую пищу в мире. Расширять свой бизнес он не планирует, боится не справиться с наплывом заказов. Свою полезную продукцию реализовывает лишь знакомым. Но на полках некоторых супермаркетов столицы все же иногда можно увидеть его фирменные баночки. Небольшого дохода вполне хватает на достойную жизнь в столице. Полки отечественных магазинов и рынков буквально изобилуют всевозможными овощами и фруктами. На вид наливные и румяные плоды не только аппетитны, но и полезны. Однако многие из них выращены отнюдь ненатурально и содержат в себе большое количество различных химикатов. Какой вред они могут нанести здоровью и как определить наличие нитратов в нашем следующем материале. Сами по себе нитраты не так опасны. Однако в организме при окислении они перерабатываются в так называемые нитриты, то есть соли и азотистой кислоты, которые вызывают отравление и могут нанести существенный вред здоровью, утверждают эксперты. Найти на прилавках овощи и фрукты совсем без нитратов нелегко. Но если их количество не превышает допустимой нормы, существенного вреда организму они не нанесут. Самый простой способ, как определить, можно овощи, фрукты или ягоды употреблять в еду, или лучше нет. То есть просто купить, есть такие, как их назвать, нитроны. Где просто втыкаешь иголкой овощи, фрукты и показывает уровень нитратов. Специалисты советуют покупать овощи и фрукты в одной проверенной точке. А если вы всё же не уверены в продуктах, которые приобрели, лучше всего их сварить. Ведь при варке овощи теряют до 80% нитратов. Ну и в заключении приятная новость. Подорожания хлеба в этом году не будет. Как заявили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана, с начала года со стороны правительства принимаются меры по недопущению роста цен на хлеб. Да и аграрии в знак благодарности обещают сдерживать стоимость каравая. Ведь каждый из них был обеспечен техникой и необходимыми запасами ГСМ. Урожай в этом году хороший. Он покрывает нужды внутреннего рынка. Более того, часть казахстанского зерна отправится на экспорт в страны Средней Азии, Иран, Пакистан и Китай. Так что хлеб по-прежнему всему голова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова